Анастасия Моисеенкова готовится стать мамой. На прием в женскую консультацию 4-й горбольницы приходит регулярно. Живые очереди вспоминает с ужасом, поэтому электронную систему записи на прием сразу взяла на вооружение. Это не надо занимать очередь, то есть приходить сюда голодными, стоять. Определенно приходишь ко времени, тебя видишь, свою фамилию, имя, отчество на экране, заходишь. То есть по всем удобству. Программный комплекс «Электронная очередь» установили в 4-й горбольнице пару месяцев назад. Все это время врачи и пациенты привыкали к новой системе. Пользоваться предельно просто. На сенсорном экране категория медицинской помощи – от регистратуры до приема узких специалистов. На талоне номер, по которому человека через большие мониторы вызывает система оповещения. Нет такой скучности около регистратуры, около окон. И люди могут присесть, подождать, когда их вызовут непосредственно к какому-то окошечку. Плюсы электронной очереди ощутили и врачи, и пациенты. Терминалы работают в единой программе регистрации. Записаться к врачу можно у аппарата, в регистратуре или на сайте. Ну, живая очередь у нас уже это понятие давно отсутствует в больнице. Потому что мы стараемся, чтобы пациенты принимались по времени, которое указано в талоне. А сейчас стало намного удобнее. То, что они видят, не поставив на экране имя, отчество, и спокойно заходят к доктору. Программа электронной очереди внедряется в Самарской области второй год. В прошлом году терминалы установили в семи медучреждениях. В этом году оборудовали еще три. Очень аккуратно, внимательно работаем с лечебным учреждением. Важно, чтобы и администрация, и коллектив, и инфраструктура учреждений готовы были к этому мероприятию. В следующем году программу электронной очереди запустят еще в пяти медицинских учреждениях. В областном бюджете на это запланировали около шести миллионов рублей. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События.